всем привет вы на канале улиточная и это новое видео конечно вы уже все догадались по названию видео о чем она будет я заказала simulanda это магазин в городе все для обустройства контейнера ушки даже устраивала опрос в инстаграме надеюсь вы все подписаны чтобы не пропустить я делала скидку 25 процентов для того кто угадает что внутри вообще для чего хотя бы примерно я заказала я заказала себе кучу всяких баночек а потом когда открыла контейнер вообще не поняла зачем их заказала зачем не столько много и может быть они ошиблись проверила заказ но нет все верно я действительно заказала столько баночек по моему как раз для всяких сыпучих продуктов для улиток явно не для кладок тему что для кладок в общем я напрочь забыла сейчас вместе с вами будем устраивать контейнер для него вот такой симпатичный домик я заказала влажный он полностью пластмассовый чтобы туда положить губку которая будет всегда мокрой и сухой сухой домик вот такой который нужно собирать и и открываю картинку чтобы смотреть как он выглядит начинается головоломка как выяснилось это очень тяжело муторно у меня безумно болели все пальцы потому что очень тяжело засовываются детальки друг в друга хотя вообще изначально я думала что он приедет ко мне готовым но это было небольшое разочарование до того момента пока не начала собирать это действительно оказалось все интересно и вот эту детальку видите не получается никак туда засунуть я только потом догадалась что сначала нужно собрать остальные все детали и ее последнюю засовывать потому что на боковушечка и упирается друг в друга вот такие прекрасные два домика у меня получились и сейчас уже можно полностью подготавливать контейнер я конечно же купила салфеточки бумажные я много перечитал в интернете пересмотрела видео конечно послушала мнение заводчицы и самым идеальным вариантом конечно же оказалось это использование бумажных салфеток я какую-то часть купила какую-то часть с работы принесла потому что мы там такими же пользуемся открываю домик понимаю что губку конечно же нужно разрезать разрезаю полностью смачиваю ее водой купила специальный кальций послушав мнение разных людей остановилась на марке food farm пересыпала вот в такую специальную уже вам знакомую баночку чтобы было удобнее пользоваться при кормлении очень долго искала пинцет принципиально хотела пластиковые кое-как нашла вот такой голубенький но я думаю в будущем буду искать другой также купила две маленьких мисочки в одной из которых будет вода а в другой кальций и самое важное конечно для нашей ящерицы это термо коврик потому что нас холоднокровное животное и она не вырабатывает тепло и чтобы пища переваривалась обязательно нужен термо коврик я купила на 5 вольт и наступает самое длительное это период ожидания мне пришлось отложить слегка приезд моего питомца потому что я не успевала подготовиться из-за работы и учебы это день лил дождь вокзал находится мне рядом но я быстренько домчалась на такси и вот мы уже дома вид этого малыша mc enigma на самом деле я хотел совсем другой вид если это вообще можно назвать видами но меня разочаровали и сказали что родители не торопится с размножением а этот малыш как раз был возможен для брони был свободным я решила что я не буду упускать такую замечательную возможность и я его сразу забронировала боже у меня сердце разорвается от этой красоты очень непривычно необычно я до сих пор не могу к нему привыкнуть он сразу же забился в домик ну я понимаю у него стресс на самом деле период привыкания адаптации очень долго длился да я бы сказала что он до сих пор длится этот период потому что малыш вообще не вылазить сейчас из домика но об этом я расскажу чуть позже не будем торопиться видео длинны ребенок ко мне приехал из ростова на дону как вы уже заметили поездом заводчица у нас я на зиновец если я правильно поставила ударение в ее фамилии не обижайтесь кто знает как правильно малыш из одного домика перебрался во влажку влажный домик во второй и там уже сидел отдыхал и не верил что он наконец-то дома и больше не будет этой три сучки как в поезде самое важное что я для себя решила пока на данный момент я буду кормить малыша домовыми сверчками замороженными я заранее съездила купила сверчков и почему-то я решила что он сейчас у меня покушает и весь такой сыт и довольный новым домиком пойдет спать немножко о том как я подготавливаю сверчков как вообще мне посоветовали я замачиваю в тепленькой водичке они там отмокаются я их промываю после этого я их укунаю в кальций и пытаюсь предложить своему питомцу но кушать он отказался как вы уже поняли и это я только потом поняла догадалась сняла розовые очки что у него стресс и конечно же кушать он сейчас вообще не хочет но я попыталась него что-то засунуть потрясла сверчком потыкала но как видите успехом это не закончилось и вот познакомьтесь этот мальчик мальчик я надеюсь что это мальчик его зовут мэйсон это мой маленький мэйсон шикарный ребенок с голубенькими глазками безумно вообще не хотелось выпускать его из рук и если говорить о том как я вообще на это решилась я не знаю как я на это решилась я просто случайно наткнулась на инстаграм яны очень долго наблюдала и очень долго размышляла а вообще стоит ли покупать точно ли мне вообще это хочется очень долго я за ней следила думала 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 и потом неожиданно все таки написала и заказала проблема в том что у меня одна розетка и нужно как-то и телефон заряжать и при этом а термоковрик мэйсона поэтому я купила двойник и один шнур вот так идет на стеллаж которому я подключаю термоковрик ставлю его под контейнер под теплый домик под сухой домик вот так это выглядит а вторую розетку я использую под зарядку телефона я купила специальный удлинитель который идет ко мне и первый день нашего кормления когда он согласился и скушал первого сверчка почти скушал просто у него изо рта выпал мне кажется он весь меня с древым ртом я понимаю что это вот прямо мой мой ребенок вот это маленькая я мы начали кушать это было безумно приятно наблюдать на самом деле сейчас он так аккуратно берет сверчок если вы посмотрите дальше то он будет так резко хватать что я даже взглядом не успевал ловите как он кушает конечно же у меня есть сестра которая выпросила ребенка на руки и я вам скажу что он очень быстрый очень активный и возвращаемся к тому о чем я вам говорила из домика мы не вылазим в том плане что даже если он и влазит его удается поймать то он не кушает вне контейнера он кушает только во влажки почему во влажки потому что сейчас жарко сейчас лето там такой микроклимат у него свой и ну не удивительно поэтому вот так вот прекрасно я кормлю своего ребенка через окошки он на меня поглядывает и я начала замечать что когда я открываю контейнер начинаю его кормить он подходит к выходу домика и так смотрит на меня мол хозяйка где еда каждый вечер я заглядываю как он себя чувствует и вот так вот он подглядывает за моей жизнью посмотрите за сладкий ребенок сидит смотрит на меня четвертый день четвертый день потому что я кормлю через день как мне советовала заводчица до того момента пока ему не исполнится 3 месяца 3 месяца ему исполнилось в июле и вот сейчас начало июля я кормлю его потом спустя время я начала снимать крышку чтобы мне было удобнее его кормить сверху иногда удается его заставить вне домиков например как сейчас конечно а для чего нужна еще поилка лапки помочить вот он сидит там моет свои лапы он делает там все все кроме того чтобы пить из нее мне кажется туда ванну нужно ставить зачем ему какая-то поилка он и вот возвращаясь к тому что идет период адаптации он еще не очень сильно привык ко мне к своему новому жилью и вне домика он очень мало находится не знаю может конечно так и должно быть и это нормально но мне бы хотелось больше ним взаимодействовать но пока он еще слишком мал пуглив но я вижу что со временем он адаптируется и ему становится интересно он перестает меня так сильно бояться как он боялся в начале и вот это первый раз когда он кушает вне домика вот просто просто в контейнере сразу мультик вспоминается как приручить дракона может это видео стоило назвать настя и приручение дракона что вы скажете по моему прекрасное название в этот день если не ошибаюсь мы скушали 5 сверчков я считаю что это просто огромная победа потому что такое количество он еще не ел как же без промахов такой хозяйка что что трясешь то этот сверчок я же не слепой не тряси ты держи спокойно чтоб я съел нет она трясет неудивительно что ты глаз пытаешься мой накормить и когда ему исполнилось три месяца я стараюсь чаще с ним взаимодействовать и вот это первый раз когда его вытащила посадила к себе на постель и познакомилась своей кошкой кошка его безумно боится это наверное потому что мне просто кошка очень пугливая но она очень сильно его испугалась особенно когда мэйсон на нее набегал так у нее просто сердце мне кажется в пятки падала и она убегала куда-то далеко подальше лишь бы его не видеть меня хватило ненадолго потому что мэйсон очень быстрый мальчик очень шустрый и за ним просто не уследишь напишите в комментариях понравилось ли вам это видео ну а я очень старалась и до новых встреч